всем привет дорогие друзья с вами отрывайф и сегодня у нас первый выпуск карьеры в total club manager 2005 за цска я продолжаю ту карьеру на что еще в стиле ретро вот у нас сегодня мальчик динамо киев в третьем квалификационном раунде лиги чемпионов состав у динамо сгенерирован в целом полностью украинская лига сгенерирована то есть вот здесь нет футболистов которые находятся находились на данный момент в команде вообще-то приобретенный футболист на смотри 4 матча правил один гол забил так вот сегодня у нас матч против динамо киев так как в еврокуках не был заявлен на тот момент андрей аршавин я не могу его использовать что хотел сказать по поводу в целом этой игры у меня будут как русские футболисты как они русские у меня нет никакого лимита и то что сейчас нам смотришь свои обзорные фифу и там месси роналду что-то такое сразу пишут дали карьеру я считаю что здесь такого нету потому что немножко все по-другому все иначе поэтому насчет этого мы прошу не критиковать муж краще дай его рейтинг 5 7 текущий момент и вместо него так защитник есть опорник есть давать нашу выпустить номинально сейчас левый защитник если не ошибаюсь так как более-менее боевой состав дате нам первым матчом ну тут мы что-то оставляем отвечаем какой-то комментарий нам это засчитывается засчитывается сам оптимальный такой вариант можно смотреть матчи несомненно выбраны 3d матчи тест текстовый текстовый режим но я всегда вновь на результат я не любил вот это вот для меня это но не знаешь прошу прощения вот смотреть как играет при этом ничего не делать для меня это немножко но непонятно и вот после первого тайма мы уже выигрываем со счетом 4-0 то есть по сути мы сделаем результат уже вышли в группу в групповой этап лиги чемпионов поэтому можем похвалить команду можем говорить можем не говорить вот поддержим хотя вот я звук отключил по одной простой причине потому что было так что то ли на видео меня банит а за это приходится перезаписывать перезаливать поэтому он звук и отключил хотя сандрик сам по себе это игры в какой-то мере гениален не знаю что ли по сам по себе то есть установить эту игру послушайте музыку она не напоминает реально это чисто музыка без слов для этой игры это очень важно ну дайте замена сделаем выпустим оливера кова на так кого на так про фан красить не особо пускай пускай нагревается в итоге 90 охренеть и того у нас по-дольски делает дубль пока он делает дубль герошек забивает один гол мило один гол и корвали хитрик не знаю в ответ на матч на что надеюсь надеяться динамике смотрите хорватский хорватский кажется надо загреб на неплохо матка прошел на народ снегдаду прошел помните был такой футболист перешли матку но это тоже сгенерировано 2003 год это сгенерировано сейчас на период на данный момент только шпадонский на рот шейн себастьян мил в эльвер каун гусеваем онлайн ну и так далее тут ничего такого существа вот давайте скажи чувак что ты делаешь так сборная россии я заново выберу состав кстати вот посмотрим кто за рубежом ты играет андрей санула саламатин сергей мандрека дениса володин это молодой футболист можно купить его он финляндии играет денис володин валерий карпин игорь симшов айгер симшов кто перешел блэкборн роверс и пока не сыграл ни одного матча налетесь смерти но в челси насколько мы помним иван саенко воронежский футболист завершивший 20 чем-то лицевых карьер дмитрий шелков играющих твентом сергей добровин останусь вам прошу прощения играющий в израиле и анатолий герк который играет в андерлегте приезжал в россии но как-то ничего толком не получилось вот в чем замороченность total клуб менеджер 2005 и не знаю как остальных ты выбираешь состав почему-то именно сборным россии в матче сборной выпадает с матчем чемпионата поэтому приходится перестраивать состав такие заморочки честное слово поэтому я пытаюсь вызвать сильнейших а при этом не очень сильно потревожит свой состав там скажет а прямого конкурента ты сейчас вот ослабишь а сам вот так вот увидим что конферен даже не сильнейший так вот эти футболисты евсеев и сенников они очень хороши и как раз таки на флангах то есть рвб лвб у нас уже номинально есть играть я буду по той же схеме что и действует csk поэтому мне нужно три четыре защитник этому кайф лепехи олейников кофта вот 8 игроков уже выбраны но видим что на данных позициях так мои футболисты неплохо развивается а сергей бреев ему 17 лет так что по сути можно купить и его и прокачивать он будет неплохо развиваться но вызываем алдонина и таким давайте вызовем сергея бреева так на парень его с вами киржаков сычев панов как-то ничего нету так капитаном команды будет мой любимый футболист данной игры один из любимых футболистов данной игры в принципе от сергей симак то есть его вызываем даже не говоря то что не на самый высокий рейтинг карпин может играть на правом фланге 7 шов тоже но они на этих позициях неплохо смотрится нам нужен лп андрей корей а на правом фланге он может сыграть и там и там ну давайте вызовем коряк и по сути остался но можно в принципе убрать одного защитника и быстрого все-таки вызвать на всякий случай и влада диму вот на цитановой футболиста никого нету а есть блин почему-то сейчас нет а есть футболист не у зовут андрей шишкин а я знаю почему нет юрий шишкин но у него 43 года в этой игре да и он там в крыле советов играет ну вот выбрали 18 числа календарь нет не играет а вот возможно 21 матч москву уже будет играть продолжаем новое сообщение роман герасимов вот я значит подумал вам чуть не подписать ротору на городский бреем молодой денис клюев пожалуйста так и смотрела потенциал есть пока не можем сайт у нас есть некоторые заморочки с подписанием контрактов подвешено состояние ситуация с дима сачёвым михаил осинов хочет перейдет наверное в питерский зенит как и франциска ли мы хотели на 30-е годы кириченко пока покупать никто не хочет что хотел сказать мне написали подробно рассказывать обо всем лучше конкретно задавайте вопрос я буду об этом рассказывать то что так вот вот так даже для себя вот подумают рассказать про это протон немножко сложным первый матч чемпионатом матч против питерской зенит сохранимся соответственно как чемпионат начнешь так его и продолжишь ну что поехали с богом равный рейтинг у нас и пока по 0 ничего не буду говорить короля желтая подольские ну давайте вот так вот сыграем одну заменку оставим и в конце до 1176 осмар феррера и добавлено время радик ширу сравнял счет ну девятое десятое место после первого тура команда нет футболистов так на нанам 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 вот эти повышается мы играем против кубани нам нужен а вот еще хочу хотел сказать больше дать согласимся можно подписать двух плохих российских футболистов ну про володин я сказал а вот второе сейчас надо будет у моих удивления тут еще имеет российский паспорт российское гражданство выбираем пропущен чтобы футболист точно ушел за деньги был куплен другой футбольный клуб то что выбираете допустим из высшего дивизиона из премьер-лиги то есть за границей он идет бесплатно из премьер-лиги он идет бесплатно а вот пропущено все вы точно пройдите за денежку ну что 45 не можем 35 ну давайте вот так вот бальз который по всей видимости завершит карьеру хотя бы очень перспективно я понимаю алвер там реально гордость все такое в аренду на сухой откажется так 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 еще финляндию и перестал здесь можно найти по сути любого футболиста и подписать его в свою команду вот Денис Володин как к кастике давайте подпишем его 572 тысячи Александр Комов французы есть албанцы аргентинцы на роман еременко а вот собственно говоря сейчас то есть игрок сборной Финляндии игрок сборной Финляндии ну да помнят наверное все истории его отца что вызывали в сборную в России молодежную а в Финляндии уже вызывали в основную игроку в основную сборную России Алексей еременко это его отец вот он имеет российское рождество 40 лет ну соответственно да он не пойдет к нам ну как то не очень хотелось для примера показал следующий у нас надо бывает не нажимается следующий матч у нас дерби со Спартаком а перед этим будет матч сборной России против сборной Латвии первый матч ключевой по сути потому что сами понимаете там матчей мало нужно выигрывать группу у нас Португалия есть задумка скачать FAPE 2005 и можно играть некоторые матчи в мире ну мне кажется это заморочено поэтому наверное нет ну не так побольше ну давайте 10 предложим много ну давайте 7 ну вот по-моему нормально вот такая у нас коррекция всем тоже предложим за ЦСКА раньше играл в эту игру очень много потом с появлением многих различных игр переставлять я пытался играть новый FAM менеджер футбол менеджер при всей простоте этой игры те игры они сложны то есть я уже как показывал я могу добавить много ли их и много лихо и на меня это никак не отразится а там только вот определенное количество иначе ваш компьютер не будет поддержан реально заморочен эта игра ну больше мне из-за этого нравится Шемберс переходит команда команда номера Майк так да тихо я сделал первого номера как бы там ни было так Роман Еременко Дима под 11 Рома играет он под 25 пускай играет Элверс уходит Лукаш так 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 Денис Володин под 6 допуская Лукаш играет под 8 вот так у нас получается пока национальная команда ну понятно фарм фармация та же самая Вадим Ефеев ЛВБ так 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 Алдонин Киржаков Панов Симак Карпин Каряка слева Вот Ход скажет Вот Роди Роди играет В Питере играет Вот предвзято отношение к Симаку Блан 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 Ну Угловые. Алдонин. Быстров. Так, так, так. Алдонин. Быстров. Да, вот что так сделать? Обезопаситься. Так, штрафный коряк. Как-то особо никого нету. Радимов. Коряка. Опять-таки Коряка. Радимов. Пенальти. Карпин. Ну, вот так вот у нас получается. Давайте сохранимся. Что, поехали. Ну вот, после первого тайма счет 4-0. Можно, можно в какой-то мере расслабиться. Дать замене без получившего желтого панова. Все остальное 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 без изменений. 5-0. Держаков, Радимов, Семак. Держаков, Сычев. Ну, заглавляем группу, но равен с португальцем, которые с счетом 4-1 обыграли в Эстонию. Непонятно. Ничего такого. Да нет, собственно говоря. Подписывайте за эту сумму. Ну, собственно говоря, вот так вот получился матч. Точнее, не матч, а это серия карьеры. У нас 19 миллионов на балансе. Можем еще кого-нибудь подписать. Но, я думаю, оставим. И подпишем, наверное, уже в следующий трансфер на окно. Хотя, может быть, посмотрим по полузащитникам. Нам нужен, в принципе, правый полузащитник. При наличии даже наигрывающихся милушек расчет. Все-таки правый нам нужен. На сегодня, наверное, все. Буду теперь записывать карьеру в тот около менеджера за ЦСКА. И в следующем серии у нас дерби с Спартаком. Как она получится, увидим. На сегодня это все. С вами был Андрей Файв. Подписывайтесь на мой канал. Комментируйте мое видео. Ставьте лайки. Пока-пока.